Всем большой привет! Меня зовут Юна и вы на моем канале. Сегодня у нас на обзоре монетоподобный жетон 100 лет Панамскому каналу. Данный обзор снят для канала про монета. Александр на своем канале объявил конкурс. Одним из условий является снять обзор на любой монетоподобный жетон. На реверсе данного жетона написано энсинглю униендуалмунду, то есть столетие войдет в мир. Изображена такими полосочками Южная и Северная Америка и написано 100 лет. Также под 100 летим звездочка и надпись канал Дипанама. До существования канала 1914-2014. Диаметр данного жетона составляет 50 мм. Ну и расскажу немного о самом канале. Дело в том, что Панамский канал считается восьмым чудом света. И это не зря, поскольку этот шедевр инженерной мысли. Он является одним из самых напряженных, протяженных, ну и сложных в исполнении искусственный водный путь в мире. Панамский канал это судоходный канал. Он соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. Длина данного канала составляет 81,6 км, в том числе 65,2 км по суше и 16,4 км по дну Панамской и Лимонских бухт. Строительство Панамского канала стало одним из крупнейших и сложнейших строительных проектов, осуществленным человечеством. Панамский канал оказал неоценимое влияние на развитие судоходства и экономии не только в западном полушарии, но и на всей земле. Это и обусловило его чрезвычайно высокое геополитическое значение. Разговоры о строительстве Панамского канала были еще в 1501 году испанским географом и математиком. Однако ему не удалось за свою жизнь воплотить эту мечту в реальность. После него французский ученый Лепес начал создавать проект строительства данного канала. После того, как он удачно построил Суэцкий канал и получил одобрение по хвалу во всем мире, он взялся за строительство данного канала. Однако он столкнулся с большими, скажем так, неприятностями. Во-первых, финансирование, которое выделялось Франции, не оказалось достаточным для строительства канала. Во-вторых, он и понятия не имел, какие условия труда им предстоит. Дело в том, что Панамский переездшек является одним из самых сложнейших геологических участков земной поверхности. Гористый, покрытый непроходимыми джунглями и глубокими болотами. Здешние горы образовались в результате вулканической деятельности и представляли собой смесь твердых скальных пород с мягкими. За счет глубоких болот здесь было очень много комаров и, естественно, распространялась малярия и желтая лихорадка. Люди умирали тысячами. Поэтому проект для французов закончился с неудачей. Лепис был осужден и приговорен к лишению своего статуса и был закрыт в тюрьме. После французов за дело взялись американцы. Однако они не забыли печальный опыт своих предшественников и они существенно откорректировали проект канала. Они выбрали вариант со шлюзами и сделали ставку не на частный капитал, а на государственное финансирование. И хорошо отладили процедуру управления строительством. Также им пришли на помощь современные технологии в медицине. Были установлены, что не было установлено во время французами. Были приняты меры по борьбе с комарами, поэтому существенно сократились смертельные случаи по причине лихорадки и малярии. Осуществление проекта США было 18 марта 1903 года. С этого момента США получило и юридические и фактические права на канал и территорию вокруг него. Но это дело было не совсем простое. Дело в том, что на тот момент Панама входила в состав, то есть она была колонией Колумбийской республики. И Колумбия просто так не хотела подпустить штаты на данную территорию. Однако США во главе тогда с Рузвельдом пригрозила Колумбии, заплатила ей всего лишь 10 миллионов долларов. И взяла в свои руки Панаму, канал и территорию вокруг него. Колумбия не стала пытаться воевать со штатами. Также, чтобы получить права на данный канал, штаты должны были получить подтверждение еще какой-то стороны, то есть одобрение. Для этого они были инициаторами получения независимости Панамы. Находясь под давлением США, Колумбия, конечно же, согласилась отпустить Панаму. И согласно данному договору о том, что Панамский канал переходит в частные руки США, давало возможности США также поставить здесь свои военные базы и солдаты, якобы для контроля за деятельностью Панамского канала. Интересный тот факт, что территория вокруг канала и сам канал всегда использовалась в США не только с целью получения прибыли от грузоперевозок, поскольку главным принципом была не прибыльность канала, а покрытие затрат и обслуживание, поддержание его в нормальном состоянии. Основной целью, конечно, было получение возможности контролировать регион. В зоне канала располагались многочисленные военные базы, как я уже сказала, и использовались специально обученные солдаты. В самой стране находились от 10 до 65 тысяч американских военных, которые располагались там не только для обслуживания канала, сколько для осуществления контроля над Панамой и другими странами региона. Причем, говорят, что существовала специальная школа, так называемая школа Америк, в которой обучали солдат стратегии и тактики борьбы против повстанцев на континенте. Территория вокруг Панама, Панамского канала, всегда являлась важной для США. И даже на сегодняшний день канал имеет существенное значение в экономике не только Панама. На А-версии изображен сам Панамский канал с кораблями и кранами. Также изображены двое рабочие, один копает канал, а второй проводит сварочные работы. Также жетон имеет номер 07502. Надеюсь, данный обзор был для вас интересный и познавательный. Подписывайтесь на мой канал, проходите по ссылке в инфобоксе, подписывайтесь на канал про монеты. Там проходят интересные обзоры разных монет и разных эпох. Всем до скорой встречи, хорошего настроения и пока-пока!